Цыгломенская библиотека номер 16 представляет Певец русской природы К юбилею Михаила Михайловича Пришвина Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в её жизнь и воспел её, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина. Константин Паустовский. Золотая роза. Михаил Пришвин появился на свет 4 февраля в 1873 году в обеспеченной семье в имении Хрущева-Лёвшина Елецкого уезда Орловской губернии доставшимся родителям будущего писателя от деда Дмитрия Ивановича Пришвина, состоятельного купца. Родители писателя. Его отец Михаил Дмитриевич занимался селекцией лошадей, был прекрасным наездником, а также являлся заядлым охотником. Кроме этого, главу семейства интересовали растения, в результате чего во дворе их дома рос прекрасный сад и множество цветов. Мать будущего писателя, Мария Ивановна, была домохозяйкой и занималась воспитанием детей. Кроме Михаила, в семье Пришвинах было ещё четверо детей. Александр, Николай, Сергей, Лидия. Когда Михаил Пришвин был ещё совсем ребёнком, его отец увлёкся азартными играми и постепенно проиграл всё родовое имение. В скором времени его парализовало, после чего он умер. Таким образом, матери Пришвина пришлось самостоятельно ставить на ноги детей и заниматься хозяйством. Когда в 1882 году Михаил окончил начальную школу, его отправили учиться в Елецкую гимназию. У него была очень низкая успеваемость по всем предметам, поэтому его дважды оставляли на второй год. Учаясь в четвёртом классе, Пришвин вступил в конфликт с одним из педагогов, в результате чего был исключён из гимназии. Интерес к наукам у него пробудился только в Тюмени, когда он начал жить в доме своего дяди. В 1893 году Михаил Пришвин окончил Александровское реальное училище, а затем поступил в Рижский политехнику на отделение химического факультета. В этот период биографии в его мировоззрении произошли серьёзные перемены. В Риге Пришвин заинтересовался марксизмом и в скором времени вступил в коммунистический кружок. Это привело его к заключению в тюрьму, в которой он просидел один год. Выйдя на свободу, Михаил Пришвин отправился в Лейпциг, где окончил университет и получил профессию землеустроителя. По приезду домой он в течение нескольких лет работал агрономом, а также писал научные статьи на разные темы. Личная жизнь Первой женой в биографии Михаила Пришвина была Ефросинья Вадыкина. В этом браке у них родилось трое детей – Лев, Петр и Сергей. Последний умер ещё в раннем детстве. В возрасте 67 лет Пришвин женился второй раз на Валерии Леарко. Интересен факт, что вторая жена была младше его на 26 лет. Их семейный союз продлился 14 лет вплоть до самой смерти прозаика. Увлечение – хобби. Пришвин был весьма разносторонне развитым человеком. Он хорошо разбирался в музыке и сам играл на разных инструментах. Обожал ружейную охоту и всегда держал дома охотничьих собак, которым испытывал глубокую привязанность. Уже в зрелом возрасте писатель профессионально занялся фотографией, иллюстрируя свои книги кадрами, сделанными в ходе поездок по стране. До настоящего времени сохранился солидный фотоархив Пришвина, насчитывающий более 2000 кадров. Еще одним увлечением Михаила Михайловича стали автомобили. В 1930-е годы он ездил по стране на любимом фургоне на базе грузовика, а в последний год жизни приобрел легковой «Москвич». Михаил Михайлович Пришвин умер 16 января 1954 года в возрасте 80 лет. Известного русского писателя похоронили на Веденском кладбище в Москве. Певец природы. Почти все произведения Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям собственных впечатлений от встреч с природой. Описания эти отличаются необычайной красотой языка. Константин Паустовский называл его певцом русской природы. Максим Горький говорил, что Пришвин обладал совершенным умением придавать гибким сочетаниям простых слов почти физическую ощутимость всему. Первый рассказ «Сашок», опубликованный в журнале для детей «Родничок» в 1906 году, Пришвин написал, будучи еще агрономом. К его удивлению, маленький творческий труд хорошо приняли читатели. С 1907 года Пришвин сменил профессию и начал сотрудничество с целым рядом газет в качестве корреспондента. Увлеченный дикой природой и этнографией, фольклором северных народов, их речью и обычаями, тогда же он отправился в путешествие по русскому северу. Пришвин объехал Карелию и побережье Белого моря, посетил Архангельск и Мурманск, Соловки, пересек Кольский полуостров, выходил в плаванье по Северному ледовитому океану, а затем, обогнув скандинавский полуостров, морем вернулся в Санкт-Петербург. Под впечатлениями от поездки и на основе путевых заметок и дневников, которые писатель вел всю оставшуюся жизнь, были написаны и опубликованы цикл рассказов «В краю непуганных птиц», очерки Выговского края, 1907 год, и «Повесть за волшебным колобком», 1908 год, собранные им в Архангельской и Оланецкой губерниях народные сказки в 1908 году вошли в объемный сборник «Северные сказки» под редакцией этнографа Анчукова. В том же 1908 году по результатам поездок по Волге и Уралу Пришвин написал и опубликовал повесть «У стен града невидимого». Вскоре Михаил Михайлович приобрел известность в литературном обществе, познакомился с Ремезовым, Мережковским, Толстым, а также Горьким, который в 1912-1914 годах напечатал в своем издательстве «Знания» трехтомник сочинений Пришвина. Писатель состоялся. В годы Первой мировой войны Пришвин занимался документалистикой, работал военным корреспондентом, выезжал на фронт, освещал он ежедневные события, происходившие в стране и во время революционного 1917 года. Октябрьскую революцию писатель воспринял негативно. Попав под арест, он после освобождения вынужден был уехать из Петрограда в материнское имение Подъелец, где вел жизнь крестьянина. А когда имение реквизировали, заведовал библиотекой и преподавал географию в той самой гимназии в Ельце, из которой его когда-то исключили. Последующие несколько лет стали одними из наиболее тяжелых биографий Михаила Пришвина. Заботы о хлебе насущном и несовпадении во взглядах с властями привели к перерыву в публикациях. Однако постепенно Михаил Михайлович примирился с большевиками, посчитав общее направление развития страны правильным. В советские годы за Пришвиным закрепилась репутация детского писателя, певца русской природы, язык которого придавал словам ощутимый вкус и вес. Живя в Подмосковье и путешествия по всему Советскому Союзу, он написал и издал несколько циклов рассказов и дневниковых записок, а также повестей, календарь природы, рассказы егеря, дорогие звери, женьшень, неодетая весна, лесная копель и другие. С началом Великой Отечественной войны писатель жил в эвакуации в деревне Уссолье под Переславлем-Залезским, вернувшись в Москву в 1943 году. В военные годы он написал рассказы о ленинградских детях, вошедшие в цикл «Мои тетрадки» и повесть нашего времени. В 1945 году увидела свет знаменитая повесть-сказка «Кладовое солнце». Многие крупные произведения по цензурным соображениям были опубликованы целиком только после смерти Пришвина. Романы «Кощеева цепь» и «Осударева дорога», цикл поздних дневников «Глаза земли» и другие. Главное же произведение Михаила Пришвина полный корпус его дневников за 1905-1954 года. Настоящий слепок отечественной истории увидела свет в 18 томах только на протяжении 1991-2017 годах в различных российских издательствах. Своими дневниковыми записями писатель дорожил больше всего на свете. Он выносил их из пожара, когда все остальное его имущество сгорело, закапывал в лесу при наступлении немцев и завещал беречь как зеницу ока своей жене. Всю жизнь вдова писателя держала под рукой большие оцинкованные ящики и паяльную лампу, чтобы запечатать наследие мужа и спрятать в укромном месте. Все творчество писателя пронизано любовью к природе и восхищением ею. Когда читаешь рассказы Пришвина, кажется, что писатель взял тебя за руку и повел за собой. Видишь, словно своими глазами, все, о чем в них написано. Учишься еще лучше любить и понимать родную природу. жилье долю гowль, так гоплодные лампы, тюрьмуAnds.